Если и было время, когда бы нам казалось, что мы живём в тени, то именно сейчас. Если вам до 70, и вы выросли на Западе, то, скорее всего, никогда не сталкивались с таким временем в истории, когда весь мир казался настолько туманным. У нас возникают вопросы. Сколько продлится это время? Мы не знаем, насколько серьёзным будет его влияние на здоровье, экономику, психику или духовность. Мы этого не знаем. Как нам строить планы на будущее? Мы не знаем. Как нам решить, что делать с семьями на Рождество? Мы не знаем. Как найти свет в тени? Мы многого не знаем сейчас. Но я скажу вам нечто о ковиде. Что нам известно? Ковид показал нам, чем мы строили свою жизнь. Ковид показал наши страхи, нашу зависимость и нашу неуверенность. Что ковид показал вам? Недавно я задал вопрос в Фейсбуке и получил разные ответы. Я попросил людей рассказать мне о том, как ковид повлиял на их жизнь. Физически, в отношениях и духовно. Некоторые люди поделились со мной историями раздражения, когда они наблюдали за тем, как друзья и родные страдали из-за проблем со здоровьем или были на изоляции из-за ковида. Я и сам столкнулся с подобным, когда мою мать забрали в больницу и запретили пускать к ней посетителей. К счастью, сейчас она дома, но мне пришлось отменить свою поездку к родителям, потому что я не мог попасть к ним домой. Другие писали об эмоциональном и психическом мучении, которое возникло из-за ковида. Ковид серьезно повлиял на нас. Возможно, вы, как и я, считали о том, что тревожность выросла в 10 раз. Люди переживают о своем здоровье, экономике и работе. Постоянно меняющиеся. Ограничения сбивают с толку и раздражают. Например, могу ли я ударить машину с номерами из Альберты или должен быть приветлив с людьми в ней? Я шучу. Мы должны быть приветливы ко всем. Вы не знаете, почему они здесь. Я также был поражен тем, насколько уникальны ситуации людей. Комбинации событий, переживаний и вызовов отличаются для каждого. Нет стандартного сценария встречи с ковидом. Ковид показал, где нам нужна помощь. Я считаю, что весьма удачно на первую неделю Адвента зажигает свечу надежду. Если мы нуждаемся сегодня в чем-то, так это в надежде. Мы также должны помнить, что это не первый раз в истории, когда людям нужна была надежда. Было множество темных дней, в которые люди считали себя беспомощными. Сегодняшний текст расскажет нам об одном из таких времен, когда люди нуждались в надежде. Но мы не просто ищем вдохновение в истории. Слова Бога, сказанные людям, 2500 лет назад напрямую обращены к нашей жизни. Итак, давайте свою Библию. Запускайте приложение на планшете и открывайте Ветхий Завет, книгу Исаии. Если вы не знаете, кто такой Исаия, я сделаю для вас краткий обзор его книги. Книга Исаии дает нам самую полноценную пророческую картину Иисуса Христа в Ветхом Завете, первой половине Библии. В ней описывается вся его жизнь. Объявление о его пришествии в Исаии 43,5, его непорочное рождение в Исаии 7,14, его провозглашение радостной вести в Исаии 61,1 и его жертвенная смерть в Исаии 52 и 53, а также его возвращение к верным в Исаии 60. Все это является отражением значения имени Исаии, которое означает «спасение Яхвы» или «спасение Божье». Первые главы Исаии рассказывают о судах для тех, кто отвернулся от Бога. Они показывают нам, что того, кто будет долго находиться в бунте, ждет суд. С другой стороны, мы также видим Божью верность его обетованиям. Бог чудесным образом передает надежду своему нераскаившемуся народу, предлагая очищение от грехов и благословения, которые приходят с верой и повиновением ему. Спасение или надежда бывают лишь в Боге. Вопрос в том, примем ли мы его предложение спасения и прощения. В Исаии 39 пророк предсказывает, что Иуда, жители Иудеи, будут забраны в Вавилонский плен в 586 году до н.э. И спустя столетия это происходит. Вавилонская армия захватила Иерусалим и увела выживших в плен. Это не то, что планировал Бог. Это то, что выбрали люди, когда отказались последовать за Богом. В Вавилонском плену Божий народ был подавлен, а злоблен, разочарован. Они подумали, что Бог подвел их. Исаии показывает нам отношение людей в Исаии 40, 27, когда говорит, «Как же говоришь ты, Яков, или народ?» Высказываешь, «Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Людям казалось, что Бог забыл их и покинул их в Вавилонском плену». Они отвели свой взгляд от Бога, когда Он не отводил своего взгляда от них. «Мне нравится напоминание Исаии народу, которое записано в следующих двух стихах». Послушайте, что сказано в Исаии 40, 28, 29. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не измогает?» Мы фокусируемся на своих проблемах и отводим свой взгляд от Бога или полностью игнорируем Его. Легко жить в тени, если вы живете в тени, и вам кажется, что Бог забыл вас, или вы никогда не искали Бога. Почему? Бог видит вас, даже когда вам кажется, что Он забыл вас. Бог открывает своему народу, что хоть они и оказались в плену из-за своего бунта против Бога, у Него есть новое обетование для них. Это обетование будущим и надежде. Почему Божье послание переходит от наказания к утешению? Почему не ограничиться одним лишь утешением? Все мы хотим этого, не так ли? Бог знает, что оба послания необходимы. Почему? Бог серьезно относится к греху, потому что Он справедлив. Бог говорит, что каждый, кто поступает несправедливо, должен быть наказан. Мы хотим, чтобы Бог был справедлив, потому что мы хотим справедливости. Мы оглядываемся вокруг и видим столько несправедливости, боли, манипуляций, эгоизма. Мы раздражаемся, когда видим, как люди совершают преступления и избегают справедливости. Вот почему мы видим все эти демонстрации, которые прошли после убийства Джорджа Флойда. Вот почему я люблю ролики с мгновенным наказанием за рулем. Они поднимают мне настроение, потому что там я вижу мгновенную справедливость. Например, когда полиция ловит кого-то сразу после того, как он кого-то подрезал. Божье намерение для нас было связано с утешением и заботой. Да как может быть иначе? И если бы он фокусировался на нашем грехе и эгоизме, то у нас не было бы надежды и будущего. Но на самом деле суть христианства в спасающей и утешающей благодати Божьей. Он побеждает наш греховный эгоизм полным прощением через удивительную жертву Иисуса на кресте. Иисус взял на себя последствия нашего греха и дал нам благодать. Грешим ли мы? Конечно. Страдаем ли мы из-за этого? Да. Это к чему нас ведет Бог? Нет. Когда приходит наказание, Бог возвращается к нам с избытком утешения. Он все равно называет нас своими детьми, даже когда мы в плену, когда нас наказывают. Исайя говорит израильтянам, что их плен закончится, даже несмотря на то, что они должны были пройти через наказание за свою неверность. Мне нравится, как пастор и профессор Юджин Питерсон перевел первый и второй стих Исайи 40. Он написал, «Утешение, о утешение, мой народ!» говорит ваш Бог. «Говорите мягко и нежно Иерусалиму, но также ясно заявите, что она отбыла свой срок, и о ее грехе позаботились, они прощены, ее достаточно наказали, и даже более, чем достаточно, и теперь со всем этим покончено». Это место напоминает мне о том, что случилось с нашим первенцем, Джошем. Когда ему было 5-6 месяцев, он истерически плакал, он не мог сдержаться. Мы пытались успокоить его в колыбели, но он не хотел успокаиваться. Будучи молодыми родителями, мы не знали, что делать. У нас закончились идеи, и тут мне пришла мысль. Я положил руку на его грудь и немножко прижал, чтобы он не двигался. Он немного покружился, но когда тепло моей руки охватило его, то от ощущения тепла и покоя он уснул. Это то, что я вижу. Божий народ встревожен, и Бог через Исаио говорит, «Успокойтесь, успокойтесь, народ мой». Он как любящий отец, который успокаивает своего сына. Бог утешает нас, потому что он, милостив, в этом фрагменте к Иерусалиму, синониму народу Божьего нужно было относиться нежно, как мать относится к ребенку. 70 лет в плену подходили к концу. Исаи называл плен Иуды трудностями войны. Это трудное время пришло из-за греха людей, но теперь за их грех заплатили, и Божьи благословения смогут прийти снова. Время страдания подходило к концу. В этом кроется прелесть Божьей благодати. Хоть жители иудеи подвели Бога, отвергли Его заботу и обеспечение, лидерство и любовь, Он решил простить их. Бог поступает так же и с нами. Бог идет за нами, следует за нами со своей благодатью, любовью и прощением. Друзья, вот Божье слово для нас сегодня. Даже если вы отошли от Бога за время пандемии, отвернулись от Него, потому что жизнь пошла не так, как вы планировали или ожидали. Даже если вы планировали принимать Бога, но по какой-то причине вы слушаете сегодня это послание, Бог призывает вас к Себе. Библия говорит в Римлянам, что Божья милость приводит к покаянию. Доброта Божья побуждает людей отказаться от отвержения, признать свой бунт против Него и попросить прощения грехов. Доброта Божья обличает нас в нашем грехе через дела Духа Святого, и мы можем найти исцеление, надежду и прощение в Иисусе. Бог приглашал своих людей отвернуться от Него, чтобы они выбрали и что увело их от отношений с Богом и вернуться к Нему, приготовиться к Его приходу и жить в обновлении, в отношениях с Ним. Что все это говорит о нашей ситуации сегодня? Что этот текст может сказать миру, который поглощен ковидом? Что Бог хочет сказать о нашем страхе, нашем отвлечении, боли и сомнениях? Я хочу поговорить о нескольких вещах, с которыми у людей есть проблемы. Люди спрашивали, является ли ковид Божьим наказанием для нашего мира? Меня также спрашивали, является ли ковид планом дьявола по уничтожению церкви? Лично я не считаю, что это все связано с тем, что мы видим. Мы знали много лет, что мир созрел к пандемии. Доктора много раз предупреждали правительство подготовиться, но мы не слушали. Пандемия это естественное последствие глобализации, свободное передвижение людей из одной страны в другую сделало нас крайне уязвимыми в процессе распространения болезней. Является ли это попыткой дьявола закрыть церкви? Дьявол пытается закрыть церкви на протяжении двух тысяч лет и будет и дальше пытаться делать это. Ковид, вмешательство правительства, гонение христиан, с которыми сталкиваются, 216 миллионов последователей Иисуса сегодня не остановило и не остановит продвижение Божьего Царства и радостной вести Иисуса Христа. Другие спрашивают, не является ли ковидом масштабным заговором правительства с целью обретения большего контроля над людьми или это масштабная игра какой-то межнациональной корпорации. Другие рассматривают происходящее с апокалиптической точки зрения. По правде говоря, для меня последователи Христа не имеют значения, задействованы ли в этом другие силы. Почему я так говорю? Как я могу быть таким поверхностным? Друзья, в истории люди пытались манипулировать правительствами и экономиками ради своей выгоды или выгоды группы, которая хочет прийти к власти. Это не нечто новое. если мы надеемся на правительство и экономику или лидеров, то нам стоит беспокоиться. У правительства задание от Бога хорошо управлять, но в правительстве работают обычные люди с разными мотивами. Они не наше спасение, и поскольку Бог суверенен и управляет историей будущим и моей жизнью, если я отдаю ее ему, мне не нужно переживать. Ковид это напоминание о Божьем приглашении нам. Что за приглашение? Послушайте, что говорит Исаия в третьем стихе. Исаия говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми делайте в степи стези Богу нашему». Что за приглашение? Я говорил ранее, что книга Исаия дает нам самую полноценную пророческую картину Иисуса Христа и Ветхого Завета. Исаия пророчествует, предсказывает пришествие Мессии Иисуса. Он говорит жителям Иудеям, что придет настоящий царь, который восстановит Божье царство, принесет прощение грехов, исцеление и утешение. Он говорит, что это случится. И это исполнилось через 500 лет, как говорит Лука, в Луке 3, 2 и 4. Там сказано, «При первосвященниках Анне и Каифе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне, и он приходил по всей крестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Бог приглашает нас приготовиться. Бог приглашает нас приготовиться. Каково Божье приглашение? Если вы не знаете Иисуса, то Бог приглашает вас в отношение с Ним. Обратитесь от отвержения Бога, то есть греха. примите Божье прощение, поверив в Иисуса. Я считаю, что Он говорит, «Приготовьте Мне путь, чтобы Я принес обновление в ваши сердца. Приготовьте Мне путь, чтобы Я пришел в полноте. Как нам подготовиться? Это просто, но нелегко. Избавьтесь от всего, что стоит между вами и Иисусом. Перестаньте обвинять Бога в своих проблемах. Перестаньте жаловаться Богу. Перестаньте сомневаться в Боге и спрашивать, почему пришел ковид? Почему? Разве плохо задавать вопросы Богу? Нет. Бог может справиться с вашими вопросами и жалобами, но чем больше мы фокусируемся на себе, тем менее мы готовы к тому, что Бог хочет сделать в нас, через нас и вокруг нас. Чем больше мы заняты собой, тем меньше утешения мы можем принять. приготовьтесь к тому, что Иисус хочет сделать в вас и через вас. Приготовьте путь, потому что Господь грядет. Это и есть радостная весть. Исаия пророчествовал об этом, Иоанн пережил это благодаря Иисусу, а мы можем жить в этом, в присутствии Бога Иисуса. Почему люди должны утешиться? Потому что царь грядет, он идет к нам. он идет к нам в нашем раздражении и наших сердцах, связанном с ковидом. С начала эпидемии у меня было невероятное ощущение того, что Бог хочет использовать этот сезон, чтобы приблизить людей к себе и призвать к себе тех, кто не знает его. Бог хочет создать нечто новое, и мы должны приготовиться к его пришествию. не прячься от его присутствия, не отталкивай его, не отказывайся от того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Встретьтесь с ним в своих проблемах. Не придумывайте оправданий, не откладывайте это на потом. Приготовьтесь к встрече с Иисусом сейчас. Там вы найдете мир, несмотря на сезон, радость, несмотря на обстоятельства и силу, чтобы двигаться дальше. Так о чем же говорит Исайя? На что он намекает? На протяжении многих столетий восточные монархи, путешествующие по своей стране, посылали перед собой людей, чтобы они приготовили им путь, убрав камни, выровняв кривые пути, заделав ямы, убрав мусор. Они должны были сделать дорогу приятной и легкой для путешествия и его гостей. Именно об этом говорил Иоанн Креститель в Луки 3. Он говорит «Приготовьте путь». Он подготавливал людей к пришествию Иисуса, привязывая их к крещению покаяния, чтобы они были готовы принять радостную весть, которую нес Иисус, а после нее и крещение Духом Святым. Исайя не говорил нам, чтобы мы подрывали дорогу в Иерусалим. Он говорил людям, что Бог создал новый социальный ландшафт, новую духовную реальность. Он говорит, что мир нуждается в исправлении. Он говорит о том, чтобы рассеять страх, убрать гнет, гордыню, наладить отношения с людьми. Исайя призывает к исправлению, которое может принести лишь новый царь. Если мы будем придерживаться статуса кво, будем слишком упрямы для покаяния, для признания своей нужды в прощении, для подчинения Иисусу, то упустим то новое, что хочет создать Бог. Мы упустим надежду, которая приходит лишь от Иисуса. Это надежда больше наших страхов, потребности контроля. Каков результат подготовки пути к грядущему царю? Пятый стих говорит, «И явятся слова Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Пророчество Исаии исполнилось в пришествии Мессии Христа. Слава Божья явилась через Иисуса. Когда Иисус родился, слова Божьи осенили пастухов, и они испугались. Библия говорит, что сам Иисус в проявлении славы Божьей, так говорит Евангелие от Иоанна. Во время преображения Иисуса, о котором говорится в Луке 9, Его слава открылась. Слава Господа также открылась иначе, когда Иисус висел на кресте. Он явил Божью благодать и прощение Теана 15. Слава Господа это когда Бог живет среди нас, показывает нам свою красоту. Настоящий ответ на наше желание находится в славе Господа. В придачу Он обещает сделать нечто для нас. Он несет Свою славу в личности и делах Духа Святого. Он исполнит Своё обещание при возвращении Иисуса, когда заберет всех к Себе. Все это есть в пророчестве Исайи из 5 стиха. Надежда является через Божьи дела в Иисусе. Настоящий вопрос не в том, что будет с ковидом. Главный вопрос в том, что мы будем делать с Иисусом. Примите ли вы Его? Придете ли вы к Нему, если вы не знаете Его? Вернетесь ли вы к Нему, если отошли? Позволите ли вы Ему провести вас через неизвестность этого времени? Примите ли вы надежду Рождества в это время? Продолжение следует...